Муравьишку отправил на заслуженный отдых пока. Муравьи трудятся, трудятся, трудятся. Пусть немножко отдохнёт. А Хлобыстин в ад попадёт. За что его? За то, что он попытался встать на путь служения Богу, а потом понял, что это вообще не для него. Он молодец. Он правильно сделал, что ушёл, честно признался и прямо сказал. По-моему, он в мире с церковью находится абсолютно. То есть официально обращался на имя патриарха, написал, что-то такое было там. По-моему, там всё нормально. С чего это его в ад? Публичная личность давно? Ну, знали бы, конечно, его, но не так широко, как сейчас. Раз такое можно говорить… Говорить нельзя. Говорить нельзя. Сделать тоже нельзя. Камнями забить. Ну да. Здравствуйте. Что такое ББЦ? Нет, не знаю. Бог людям дал завет через радугу. Какие тут ориентации? Это знаете, что? Сначала Бог дал завет через радугу, а потом уже эту радугу там сделали каким-то там символом, не знаю каким. Добрый вечер. Вы считаете себя светлым человеком, безгрешным? Носмотря с кем сравнивать. Если вот с дядей Васей из соседнего двора, то я, конечно, светлый человек. Он бывает и выпивает, а я праведный и благочестивый. Но если себя сравнить с Господом Богом, к Которому обращаешься и молишься, от Которого и святости, и все, и сопоставляешь себя и думаешь, Господи, какой я грешник-то великий. Все же в сравнении познается. Почему вот святые, например? Вот святые, которые достигали действительно каких-то таких нравственных высот, удивительной святой жизни люди, они при этом считали себя великими грешниками. Они об этом прямо говорили. Современный человек может читать жития святых. Читает, смотрит какой-нибудь подвижник, жизнь вел аскетическую, действительно святую жизнь. А когда умирал, он себе говорит, что я такой великий грешник, что вообще кошмар. И у человека может закрасться мыслью, что здесь какое-то, наверное, лицемерие. Ну, чего же он так говорит? Неужели он не знает, что он вообще такой святой жизни? А в том-то и дело, что никакой лицемерия не было. Потому что, когда человек сопоставляет себя с Господом, он видит, что он грешник великий. Но если он отвернёт свой взор от Господа и посмотрит на людей, которые там у него за спиной, он скажет, да, конечно, что тут? Вон я! А это что? Вот она почва для превозношения. Понимаете? И поэтому Господь многим как раз и не позволяет высоко подняться. А так сказать, ты будь в этом болотце. Главное, чтобы ты совсем не потерял тягу к чистоте, к святости. Так вот, сиди, смиряйся. Так вот, святые, как раз тем-то удивительный их подвиг, что они смогли достичь такой высоты нравственной чистоты и при этом не возгордиться, но действительно видеть свою греховность, видеть своё несовершенство, сопоставляя себя с Богом. И нам следует в нашей даже повседневной жизни делать то же самое. То есть, например, какой-нибудь рабочий человек, который работает, скажем, на заводе. Он, допустим, плотник какой-нибудь. Вот он там работает что-то, он там занимается этим делом. Если он будет сравнивать своё мастерство с людьми, которые плохо этим владеют, ну, он себе будет казаться мастером на все руки. А если он будет смотреть, а вот, вон там, вон, вон он что умеет, и вон он как умеет, у меня так не получается. Он начинает стремиться, достигает того уровня, он видит ещё людей, которые ещё лучше умеют, он начинает стремиться туда. И так вот, смотря на тех, кто лучше тебя, ты тянешься потихонечку, потихонечку. А если будешь смотреть на тех, кто хуже, ты будешь себе казаться мастером-фломастером, и вообще самым праведным, благочестивым, вообще самым замечательным человеком, который мера всех вещей. Смотрите все на меня и любуйтесь. И в повседневной жизни так, и в духовной так же. Видео на ютюбе «Попытка воскресить утонувшего ребёнка Хабаровск». Что Вы можете сказать про это? Я не смотрел это видео. Речь идёт, возможно, о том, что случилась трагедия, и вместо того, чтобы вызвать скорую, стали обращаться в храм или что-то такое. Потому что такие случаи недавно как-то были, что-то подобное. Вы это имеете в виду? Я просто сейчас не пойду никуда, ни на ютюб никуда. Хлобыстинную семью огромную кормить надо. Не забывайте, озарабатывать умеет актёрским мастерством. Вот и думайте. А семья огромная – это сколько? И Вы, если с Богом, почему теперь этот символ не с церковью? Не пойму. Не пойму вопрос. Да, сам не будь плох. Во сколько лет начинают обучаться семинарию? Ну, после школы. Один из классов заканчивают, могут идти учиться в семинарию. А кого Вы чаще видите, Господа Бога или дядя Вася? Я чаще стараюсь видеть Господа Бога. Ну, в каком смысле видеть? Мысленный взор обращать туда. Вокруг много людей. Надо все-таки чаще про Бога думать. Ну, по крайней мере, сопоставлять себя именно с Ним, с Господом Иисусом Христом, а не с людьми окружающими. Кстати, интересно на эту тему размышлять. Вот священник, который стоит в храме и молится, совершает богослужения, он же стоит спиной к людям. Правда же? Он стоит спиной к людям, а лицом к Богу. То есть, он один из них, из людей, присутствующих людей, возглавляющих это богослужение. И они все молятся, а он старший в этой христианской общине. Он возглавляет ее и предстательствует перед Богом за людей, за приход, за свою паству. А если священник будет стоять, как у протестантов, чаще всего лицом к людям, то получается так, что вообще, как бы, вот он я, и вот они мои слова, вот моя проповедь, вот еще что-то, вот между нами тут что-то происходит, а Господь, ну вот, 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 мы о нем говорим, он есть, и это хорошо, но в целом, вот вы меня слушаете, я вас учу. Немножко совсем другое. Атмосфера, обстановка совсем иная. Что такое ВВЦ? Ну, я тоже не буду сейчас смотреть, что это такое. Если Бог сделал вас по своему образу и подобию, откуда грехи? Ну, это, знаете, вопрос уже о грехопадении и о сотворении человека, это уже богословие, это священно-библейская история. Хотите, я вам расскажу, не вопрос, просто это очень серьезный разговор, и если вы не настроены на такой серьезный разговор, тогда не задавайте серьезных вопросов. Эти же вопросы, которые вы спрашиваете, да, это же вопросы, не вот вы первые до них додумались, это же очень серьезные вопросы, фундаментальные. И они давным-давно все разжеваны всесторонне. Вы даже не представляете, насколько глубоко. Я падший грешник. Да, библейско-баптистская церковь какая-то. Библейско-баптистская церковь? Ну, тогда ничего не знаю, не могу ничего сказать. Как вы считаете, с приходом Господа останется вера в Него или закончится? Закончится. Потому что вера – это есть ожидание того, что только будет, как у апостола Павла сказано своими словами. А когда Господь придет, какая же это вера? Это уже не вера, это уже знание. Сколько лет вы женаты? Двадцать лет я в браке. И это было как раз не так давно. Двадцатилетие мы, скажем так, отметили. «А вера почему не принят закон о Боге?» Нет, зачем закон о Боге? Они светские люди-депутаты, как они о Боге. А вера могут принять. Потому что вера – это реалии нашего мира, и нужно как-то это регулировать. А Господь – это предмет веры. Это тот, в кого верят. Но это, извините меня. Как это можно регулировать? Какие тут могут быть законы о Боге? Как это можно регулировать? Веру можно, а Бога как? У него шесть детей во хлобысте. Ну и что? Я тут знаю священников, у которых больше шести детей. И ничего. Они как-то живут по-другому. Ему, говорит, надо зарабатывать, семью кормить. Это же все очень относительно. Он мало зарабатывает. Он, наверное, заработал столько, сколько я за всю жизнь заработал. А он за свой сериал столько зарабатывает. Это не насыпно же. Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется. Конца и кражи этому нет. У человека, как говорят, в сердце дыра размером с Бога. Ее только Господь может заполнить. Остальное только так, туда пролетает, как во Вселенной. Песчинка какая-то. Чуть-чуть порадовался, вроде бы, и все. У каждого свой ад. В нем обязательно огонь и смола. Наш ад – это жизнь впустую. Книга Ричарда Мэттисона. Художественный фильм «Куда приводят мечты». Ваш комментарий. Что-то такое знакомое мне это название. Честно скажу, я не смогу никак сейчас прокомментировать художественные фильмы и книгу. Потому что фильм – что-то знакомое. Вроде бы, я смотрел его когда-то, но сейчас не припоминаю. А вот по поводу слов. У каждого свой ад. В нем необязательно огонь и смола. Наш ад – это жизнь впустую. Нет, это не здесь. Господь в Евангелии сказал замечательную вещь. Он сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Внутри вас. И по большому счету, наверное, там же внутри нас и ад тоже. Не только Царство Божие, но и ад. Поскольку мы противопоставляем эти вещи. Ад и рай. Так что дорога либо туда, либо туда, она начинается вот здесь, в сердце. И уже здесь, в этой жизни, человек либо живет как в аду, в преддверии ада, либо живет как в раю, в преддверии рая. Несмотря ни на что. Почему этот символ не с церковью? Я понял, вопрос про радугу. Ну, это же ветхозаветный вообще символ. Тот завет, который Господь заключил, даже не ветхого завета. Это завет между Господом и человечеством о том, что больше не будет истреблена никакая плоть. То есть это завет, который после потопа был. После этого был еще один завет. Тот, что мы называем Ветхий Завет с Авраамом, что вот потомство твоему и так далее, так далее, так далее. А потом был Новый Завет. Это Новый Завет. И с какой стати мы сейчас будем, не знаю, какой символ празавета? Мы не отрекаясь от него, но просто есть более важный для нас символ. А почему, где собираются двое, то моют косточки третьему? Такое наше естество. Ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Нам хочется объединиться друг с другом в какой-то некий союз против кого-нибудь. Это самое действенное соединение. Отсюда начинаются пересуды про него или про нее. Про Ивана Хлобыстина все. Я тоже слышал, что он говорил, что квартира маленькая, детей много, что кормить надо и денег мало. Кстати, верьте Ивану Хлобыстину. Он был священником, зарабатывал мало денег, нечем было детей кормить. Почему ему не верят? Говорят, что попы зажравшиеся есть на дорогих иномарках, туда-сюда. Вот, пожалуйста, Хлобыстин попробовал, пошел в попы. И чем все дело закончилось? Хорошая апология. Может ли служитель какой-либо веры переиначивать по своему умыслу Писание, если это выгодно для веры по его мнению? Если вы имеете в виду служителя православной церкви, которую может ли он, то вообще он не должен этого делать. Но такие случаи иногда, к сожалению, происходят. А что касается всевозможных сектантов, то они только этим и занимаются. Они переначивают Писание по-своему. И, собственно, если бы они этого не делали, то они просто были бы, наверное, где-то рядом с православием. Что значит «жизнь впустую»? Бесцельная жизнь, наверное, есть пустую. Когда человек просто прожигает эту жизнь, проедает ее, пропивает ее на что-то вообще непонятное. Это и есть «жизнь впустую». Это хороший вопрос. Для того, чтобы до конца вообще понять, что значит «жизнь впустую», нужно сначала понять, что значит «жизнь не впустую». Потому что не узнав того, не поймешь этого. Правильно? И наоборот. Человека Господь сотворил не просто так. Вот, мол, я сотворил, живите как хотите. То есть Господь сотворил этот мир и сотворил человека в нем с определенным каким-то умыслом. У Господа есть определенные ожидания, связанные с этим миром, и ожидания от людей. Самому Господу не безразлично, как люди к нему относятся, как они его воспринимают. Потому что у него есть определенный замысел о людях. Так вот, что это за замысел? Это, опять же, открывается нам через Священное Писание. Когда мы смотрим на страницах Библии, мы это видим. Во-первых, это видно, что когда Господь творил только человека, то есть это в самом начале Библии, он его творит по образу своему. Там дважды сказано, знаете, как Господь говорит, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А потом написано «и сотворил Господь человека по образу своему». В первом случае говорится «по образу нашему и по подобию нашему». А в другом случае говорится только про образ, про подобие ничего не говорится. Вот это немножко разные вещи все-таки – образ и подобие. Вот зачем Господь сотворил человека по образу своему? Для чего? Нельзя ли было просто сотворить его и все, без всяких образов? Можно было. Но именно почему-то Господь сотворил человека по образу. Следовательно, уже отсюда что-то начинает быть видно, что здесь какой-то замысел есть. Не просто так Господь сотворил по образу своему. Что-то туда уже вкладывается. А что именно? А то, что человек призван взойти от образа Божьего к подобию. Но тут опять же нужно сказать, что значит образ Божий? Что значит? Это значит, что руки, ноги, голова, борода? Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, что человек обладает некими качествами, присущими Божеству. У человека это тоже есть. Например, разум, способность мышления. Есть чувство прекрасного, эстетическое чувство. Человек духовен. Духовность, религиозность, чувство Бога у человека есть. Любовь человеку дана как способность любить. И, собственно говоря, эта любовь в полноте, в человеке раскрывается. У животных есть привязанность, есть еще что-то, но там нет такой любви, как у нас. А у человека есть такая способность любить. Свобода дана человеку. Человек свободен, свободен выбирать, волен в своей жизни, в нравственном, в своем ориентире, как он расположен к Богу, покоряется или не покоряется ему. Это свобода нравственная человека, нравственное чувство, совесть. Совесть – это немножко не то, это как проявление, но это нравственное чувство есть в человеке. И, наконец, творчество, способность творить. Господь – творец, Он сотворил этот мир, и человек тоже творец. Он тоже может что-то созидать. Но, в отличие от Бога, конечно, мы не обладаем совершенством этого дара. То есть Бог может сотворить из ничего, а мы можем только из чего-то созидать. Люди, например, рисуют картину, он её видит как-то, а он её рисует, творит. Творчество, проявляется это творчество. Так вот, это образ Божий в человеке сказывается. И если человек, подобно Богу, все эти свои способности будет использовать только во благо, то он не только будет образом Божьим, но и подобием Божьим. То есть уподобиться Богу, станет как Бог. Об этом Господь Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в самом конце. Есть такой стих «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Давайте я вам зачитаю. Сейчас прочитаю. Тут даже немножко надо не самый кончик сочетать, а немножко побольше. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот тут дальше внимательно слушайте. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных». Видите, сравнивает Господь, как Бог. Видите, Он какой, и вы старайтесь быть такими же. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делает им и тари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот это Евангелие от Матфея, фрагмент. Так вот, как раз Господь указывает человеку на его предназначение. Когда Господь начал творить человека, Он его не до конца как бы творит. Он его созидает по образу своему и дает ему возможность закончить начатое, реализовать этот образ Божий в подобие. И реализовать его в себе либо так, либо так, либо сяк, либо вот так. Хочешь раскрыть в себе, как врач, хочешь быть, допустим, иди, будь врачом, и лечай врачебное искусство, занимайся лечением людей, проявляй милосердие к ним и так далее. Совершенствуй, развивайся в этом направлении. Хочешь служить искусству? Пожалуйста, можешь вот это, это делать. Хочешь так? Давай. Каждый, кто живёт, выбирая себе какую-то стезю, какой-то путь, он себя как-то раскрывает, как-то реализовывает. Он себя реализовывает как родитель, потому что Бог – Отец, и мы – родители. Он – наши родители, мы – родители. Как мы здесь, как родители, себя проявляем. Поэтому для нас важно, чтобы у нас были дети, семья. Мы создаём семью, живём друг с другом, тоже реализовываем себя как муж или как жена. Раскрываем именно себя вот в этом. И вот какую бы сферу ни взять, жизнь, человек, в конечном счёте, именно реализовывает себя, должен реализовать, должен раскрыть. Вот такой замысел Божий о человеке. А если человек не следует этому, а просто так прожигает жизнь, прожигает её в пустых каких-то забавах, удовольствиях, в совершенно пустом времяпрепровождении. Жизнь идёт, а он вот так её тратит. Вот это и есть как раз жить впустую. Потому что жизнь пройдёт очень быстро, человек обернётся и скажет, «А жил ли я? А был ли мальчик? Жил ли я, не жил ли где, когда, куда моя жизнь делась? На что я её потратил?» Отсюда начинаются вот такие прожигатели жизни. Они начинают завидовать молодым. Потому что молодые только начинают жизнь, и у них ещё жизнь впереди. А у меня уже позади. И тут такая зависть к молодым, и какая-то неприязнь к ним. И такие они неэдкие, и так они неправильные. И всё. Желание прожить жизнь за своего ребёнка, чтобы всё было, по-моему, как я. Чтобы я сам не смог реализовать себя. Я не смог закончить институт. Я закончил всего лишь один институт. А вот мой сын или дочь пусть закончил два. Я не реализовал себя в карьерном росте. А вот пусть мой ребёнок будет. Это же мой ребёнок, это тоже как бы частичка меня. Пусть хотя бы эта частичка, она там дальше, дальше, дальше. И стремление прожить жизнь за ребёнка, за него решать, за его судьбу. Это приводит к очень большим катастрофам жизни самих этих несчастных детей. И к непониманию, к руганию между родителями и детьми. Большая проблема в этом отношении. Вплоть до того, что родители уже в старости, уже внуки и даже правнуки, они всё ещё за своих детей что-то пытаются как-то решать. Это ненормально. Но это именно как раз жизнь прошла, а цепляется за неё. И отсюда опора на науку и попытки оправдать. Надо клонировать человека. Давайте клонировать, то есть меня клонировать прежде всего. Как бы сделать так, чтобы медицина меня заморозила, например, если я смертельно болен, а потом через сто лет, когда она научится эту болезнь лечить, разморозила и вылечила бы. Заплатить огромные деньги, лишь бы только продлить свою жизнь. И прочее, и прочее. А надо уметь вовремя уйти. Всё, ребята, я пожил. Моё место освобождается. Живите без меня теперь. И спокойненько уйти в мир иной. У радуги шесть цветов. Ну, не знаю, не знаю. Просто так нарисовали. Трое детей, счастливый человек. Да, я счастливый человек. Бачить в добром здравии. Спасибо. И вам. Еле-еле нашёл. Мы спрятались за компанией дружную. Муравей убежал. К протестантам, как я отношусь. Хорошие ребята, протестанты. Такие дружные, весёлые и очень искренние. Хорошо я к ним отношусь. А вот к протестантизму я отношусь плохо. Всё-таки разные вещи. Свою цель в жизни найти сложно, потому что цель может быть любая. Нет, не сложно. Просто её ищут не там, где надо. Проблема в том, что цель жизни ищут внутри самой жизни, а её там нет. Трудно искать кошку в чёрной комнате, когда её там нет. Так вот, цель всегда снаружи. Например, человек пошёл в школу учиться. С какой целью? Чтобы получить знания. Для чего? Зачем? Какая цель? Чтобы поступить в институт. То есть цель поступления в институт не лежит в рамках самой школы. Ни в школьной программе она нигде. Она лежит вне школы, в институте. А в институт он пошёл для чего? Чтобы получить профессию и работать потом, зарабатывать деньги. То есть он в институте учится не для того, чтобы учиться в институте, а для того, чтобы получить профессию и обеспечивать себе материальное существование в этом мире, и потом смочь создать семью и так далее. То есть цель того, что делает человек, это не в том, чтобы это делать. Не внутри этого делания находится, а снаружи. Работает человек тоже не для того, чтобы работать. А эта цель где-то вне рамках этой работы. Он либо это делает, потому что это ему приносит материальное удовлетворение, либо он это делает, потому что это ему приносит духовное удовлетворение, может быть, эстетическое удовлетворение. Он как-то растёт, может быть, внутренне. Человек трудится и совершенствуется в чём-то. Но для чего он это делает, музыкант, например? Для чего он это совершенствует бесконечно? Вот играет, играет, играет. Для чего? Ему концерт нужен. То есть не сам процесс, а именно то, что вне этого процесса, цель-то. вне рамок этой жизни. Когда начинаешь её искать там, всё становится просто и понятно. Любить кого-то несёт какой-то не тот смысл. Давайте про любовь поговорим. Приятная тема. На рождественских чтениях я слышал такую фразу. Православные имеют три любимых темы для разговоров. Это смерть, секс и Сталин. Три эс. Там обоснование было потом этому. Все посмеялись, но это правда. Но мы поговорим не о сексе, а о любви. Просто любовь сейчас называют, знаете, а бы что. Любые чувства, которые чуть-чуть кровь кипятят, уже ага, это всё любовь. Но на самом деле, любовь, её легко очень спутать. Знаете, грибы. Есть настоящие, а есть ложные грибы. Объешься этих ложных грибов и ходишь дурным. Так же и любовь. Она бывает настоящая, подлинная, а ложная. Обман. Самообман. Мне кажется, характеристика подлинной любви, подлинной, настоящей, это жертвенность. Когда человек фактически жертвует собой ради другого. Жертвовать собой не значит, что он бросается под поезд или куда-нибудь. Жертвовать собой – это понятие очень растяжимое. Например, повседневные заботы. Женщина замужем, она любит своего мужа, она любит своих детей. И ради этого она не сидит перед телевизором, хотя и, может быть, хочется. А идёт на кухню и готовит обед. Она жертвует? Жертвует. Да. Она своё время приносит в жертву. Она свои силы приносит. Она заботится. Она отдаёт часть себя для семьи. Это же жертва. Жертвенность – это когда мы отказываемся от своих привычек каких-то дурных, от своих каких-то качеств, может быть, ради любимого человека. Вот это вот жертвенность. И это именно давать, это именно давать, отдать. Сотни троллей слушают. Ну, не сотни, ладно. Рассадите меня. Приходя в церковь, я вижу такую картину. У Святой Матроны пятьдесят свечей, неупиваемая чаша семьдесят. Все болеют и все алкаши, а у Иисуса Христа восемь свечей. Кому молиться объясните. Так и хочется сказать вам, а вы не считайте этих свечей. Чего же вы приходите в храм свечки считать? Я никогда не задумывался над тем вопросом, который вы задаете. Хотя я в храме бываю, скажем так, часто и вижу подсвечники со свечами. Но никогда в голову не приходило подумать, почему туда больше ставят, сюда меньше ставят. К иконе Иисуса Христа всего восемь свечек. Неупиваемая чаша семьдесят. Ну, между прочим, на иконе «Неупиваемая чаша» там Господь тоже нарисовал. Во! Выкрутился! Нужны ли разные конфессии веры, если столько крови проливается из-за них, сколько безбожных дел творится с именем Господа на устах? Абсолютно с вами согласен, абсолютно не нужны. Но, вы знаете, инквизиции я тоже против. То есть мы не будем учреждать инквизицию. Православная церковь никогда этого не делала. И говорить, так, всех еретиков либо крестишься в православную веру, либо на костер. Мы этого не будем делать. Конечно, они не нужны. Никто специально их не плодит. Я, например, глубоко возмущаюсь, что новые и новые секты каждый раз появляются. Ну, а что я могу сделать? Безобразие. Согласен. Здравствуйте. Прибыл я уже почти неделю как. В прошлую среду я еще был в поезде, а вот в четверг я уже приехал. Приехал, кстати. Такой мороз здесь был. Все время, что я был в Москве, здесь стояли морозы жуткие. За 30 градусов ночью, 35, может быть, 40. А машина у меня стояла на стоянке. Естественно, просто на улице. Платная стоянка, но не в тепле. И я ее завести не смог. Мне пришлось снимать аккумулятор, нести там с охранниками, договариваться. А я уже не первый такой был, чтобы этот аккумулятор зарядили. И чтобы уехать с этой стоянки в ресторане. Потому что я провозился там хорошо по приезде. Морозяка ужасная. Но сейчас вот морозы спали и как-то стало повеселее. А то мороз трещал, у нас прям звенело все. Так, так, так. Здравствуйте, кнопка. Про встречу в Москве нет, не рассказывал. Вот как раз сейчас начну, наверное. Потому что уже народ так собрался. И мы немножко уже раскочегарились, разогрелись. Съездил очень хорошо. Мне очень понравилась эта поездка. В прошлом году я ездил на рождественские чтения. Но она была не очень содержательная для меня. Я не про рождественские чтения, а про мое воспринятие рождественских чтений. Для меня было мало содержательное. Я, в принципе, все то, что я там говорил, все это прекрасно знал. И как-то это не очень мне было интересно. Но, тем не менее, что-то я там услышал, что-то подчеркнул для себя. А в этот раз все было по-другому. Может быть, из-за того, что я несколько был более, так сказать, свободен в выборе мест, где я буду, что я буду слушать, где я побываю, в чем я поучаствую. Может быть, из-за этого я выбрал то, что мне прям хотелось услышать. Во-первых, был круглый стол по поводу религии и медиабудущего. Медиапространство, то есть интернет, грубо говоря. И как раз там обсуждались эти темы, связанные с тем, как православие присутствует в сети интернет. Я не один там был, мы как раз с матрикомскими ребятами там были. Посидели, послушали о том, как нужно в интернете православным себя вести и прочее. Мало содержательной было беседы. Так, кое-что было полезно. Хотя бы я просто представление даже получил о том, что вообще происходит в этой среде. Что-то для себя все-таки оттуда все равно вынес. Хотя вся эта история длилась больше двух часов, а можно было за полчаса спокойненько все это дело закончить. Тем не менее. Так что вот этот был первый круглый стол. И потом на следующий день работала большая секция в Даниловом монастыре по катехизации, оглашению, оглашительной беседы и катехизации. Вы, наверное, таких словес не очень знаете. Это научение вере. Фактически, как я скажу, воскресные школы. Чем они занимаются? Закон Божий и учат людей обучение религии. Вот, кстати, так вот правильно, надо сказать, быстрее и понятнее для вас. Обучение религии. То есть в светских школах, когда ввели основу православной культуры, это не религия. Там именно изучение православной культуры. А воскресные школы занимаются как раз изучением религии. То есть религиозное образование. Там уже действительно совершенно другие цели. Разница, знаете, в чем? Разница в следующем. Если в светском подходе главный акцент делается на то, чтобы рассказать о культуре, во-первых, и во-вторых, помочь человеку сориентироваться в сложном мире духовно-нравственных ценностей, которые та или иная религия как-то для себя считает обязательными. То есть акцент смещён в сторону либо культуры внешнего проявления, как это проявляется, либо в сторону внутреннюю, в себя, в сердце своё, нравственные ценности, что такое хорошо, что такое плохо. То есть вот эти вот вещи. Это именно светский такой подход. А религиозный подход здесь совершенно другой. Тут самое главное дать человеку возможность, ну или способствовать тому, чтобы он ощутил реальность Бога в нашей жизни, в его жизни, в его судьбе. То есть вектор усилия направлен уже не внутренне, не в сердце, а вот к Богу. То есть когда ребёнка учат культуре, то говорят о культуре, о том, как это проявляется вот здесь, снаружи. О храмах, об иконах может быть, о каких-то праздниках, о каких-то традициях, что православные люди соблюдают то-то. А вот есть такая традиция, например, на Пасху освящать яйца украшенные, а на Троицу, допустим, украшается храм берёзками. Такие традиции есть. Почему это делать? Ну вот верующие считают вот так-то, святая вода, вот на крещение, вот берёт святая вода тоже. Такая традиция есть. Внешне. А в случае именно религиозного подхода, то тут уже как раз в совершенно другом речь. Речь идёт о том, чтобы именно почувствовал человек, дать ему возможность почувствовать Божество. Вот Господь. Вот Он. А все эти традиции, все эти обряды, все эти обычаи – это уже вторично. Это уже проистекает из вот этого ощущения Божества. Уже совсем другое. Так вот, как раз секция была посвящена тому, там она состояла из нескольких частей. Вот одна часть была как раз подготовка к крещению. Какой-то неизвестный номер мне всё время звонит и предлагает перезвонить по другому номеру. Я в интернете поискал. Там люди говорят, что если попробуешь позвонить, у тебя денежки спишутся уго-го. Так что я не перезваниваю. Так вот, была часть, посвященная предкрещальной катехизации. То есть, когда человек хочет принять крещение, он, по идее, его нужно научить сперва. Он не просто должен прийти и сказать, вот покрестите меня и его крестить. Такого быть не должно. Его нужно сначала научить и во всяком случае вообще выяснить, а зачем он хочет вообще креститься. Ему это вообще зачем? Для чего? А потом вторая часть была посвящена тому, что после крещения бывает. То есть, уже после того, как покрестили, то как дальше. Вот покрестили человека, вот он ушёл, ну и дальше что? Вот это целый день было посвящено. Я сейчас не буду говорить на эту тему, дальше распространяться, просто поделюсь впечатлениями, впечатлениями очень положительными. Выступали там на этих секциях люди с совершенно разных мест. Вот Саранская, Саратовская епархия, Владивостокская, Ташкентская. То есть, понимаете, разброс очень большой. Выступали с разных совершенно мест. Московская, естественно. И Московская областная, и Московская городская. Опыт в этих епархиях очень богатый, очень положительный. Людей было много, активная дискуссия была, люди обсуждали. В кулуарах, в паузах, в помежутках, между собой общались, какие-то темы обсуждали, тоже очень интересно. То есть, положительно было, очень мне понравилось, очень содержательно. А потом уже последний день, третий день, это была среда как раз. С утра у нас в Храме Христа Спасителя было совещание руководителя отделов образования и катехизации. А я являюсь как раз таковым нашей епархии. После этого совещания было рабочее. Там много всяких вопросов рабочих обсуждались. Оно необходимо, так скажем. А потом мы тоже, ребята с Матрикововских, пришли в Храм Христа Спасителя, и мы уже потом с ними до самого поезда. Ну, а сама встреча прошла очень тоже хорошо. То есть, мы в понедельник с утра встретились в ГУМе, пошли в исторический музей. Ходили по этому музею четыре с половиной часа, ходили по музею. В конце уже информация не воспринималась, потому что музей огромный. Я там был в первый раз, мне очень понравилось, очень содержательно и вообще действительно добротно. Музей действительно музей, извините меня. Не просто так, не какие-то кратенькие там, а все-таки, если представлено, так его представлено широко, что называется. Конечно, экспозиции там очень интересные. Вот этот исторический музей. Больше мы никуда уже не успели. Значит, мы четыре с лишним, четыре с половиной часа были в этом музее. Потом мы пошли на вот этот круглый стол по медиа и потом встречались еще в кафе. Всего нас участвовало раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек и я седьмой. Правильно, что ли, посчитал? Да, шесть человек и я седьмой. Мы так мирно посидели, поговорили, пообщались. Что вам рассказать? Давайте я чат посмотрю. Что я думаю про НЛО? Являются ли реальные боги высокоразвитыми бесполыми инопланетянами? Ну, допустим, даже если это так, то вопрос, откуда инопланетяне взялись? Значит, инопланетяне развились изомёк по теории Дарвина, а потом они сюда прилетели и создали нас. Так, что ли, получается? Вопрос ваш состоит из двух частей. Сначала, что вы думаете про НЛО, а потом такое является ли. Я уже сразу понимаю, как вы думаете, и сразу вам говорю, что не все так просто. Нужно немножко поглубже посмотреть на эту ситуацию. Но даже если это инопланетяне, то сами-то они откуда? Вы немножко вглубь-то заглядывайте чуть-чуть. Полезно. Отец Максим Каскун хорошо сказал про троллей, что их можно терпеть, но до поры до времени. Но он суровый ботёк, может и в лоб зарядить. Ничего не могу сказать. Я, кстати, что-то слышал, как раз его слова про троллей. Это было как-то давно, и у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я помню его выступление, хотя я вообще его как-то мало слушал. Здравствуйте, да. Кто ходит в церковь и молится, то получает на уроках пятёрки атеистов, или кто верит в реальных богов, предателей не любит. Никак не пойму, о чём речь. Ну всё, зарядились обсуждать отца Максима Каскуна. Ну да, что-то там в его высказаниях, я так скажу, что действительно было в его высказаниях, но что-то, я думаю, правильно ему сказали, что не благословляется ему заниматься этими делами. Что-то там такое было. С приходом Господа остался церковный праздник, ничего не останется. Вообще ничего не останется. Ни церковных праздников, ни церквей, ни храмов, ни икон. Ничего не останется. Вообще ничего. Это будет один единственный праздник. Это же вечность. Там не будет сегодня Рождество, завтра Пасха. Там не будет сегодня и не будет завтра. Там будет всегда сегодня, не будет завтра-послезавтра. Там будет всегда сейчас и всегда сегодня, там не будет завтрашнего дня. Поэтому не будет там никаких праздников, там будет только один праздник – вечный. Праздник общения с Богом, всё. Все эти праздники – Рождество, Пасха и прочее, ну Пасха, общение с Богом, вот она, наверное, и будет – Пасха вечная. Вечная Пасха. Остальное – это все условности земные, и храмы, и все остальное. Кстати, на эту тему очень хорошо Фёдор Михайлович Достоевский. Да, «Сон смешного человека». Рассказ его – потрясающий рассказ, очень хороший, очень кратенький, но вот именно как Достоевский, как он умеет. В кратком рассказе, талантливо, открывает очень глубокий смысл. Расскажу вам сейчас. Суть такова. Некий человек, ну это в его время, естественно, происходит во времена Фёдора Михайловича, некий человек устал от жизни, от постоянных каких-то долгов, от того, что там с него что-то кто требует, и вообще все, серость какая-то, унылость какая-то. И вот он решил застрелиться. Он пришел домой, где он снимал квартиру, там тоже у него долги, с него что-то требуют. И он зажег свечу, поставил свечу, положил пистолет, и лежал, думал, ну вот сейчас возьму и застрелюсь. Моя что, последние минуты? Да, вот он об этом размышлял. Фёдор Михайлович любит почему-то эти самоубийства, у него в каждом романе есть кто-то, кто сам с собой покончил. И этот человек уснул, сидя, размышляя, уснул. Но причем он уснул так, что ему кажется, что он не засыпал, а так и сидит, размышляя. И снится ему, что он взял этот пистолет и застрелился. После этого ему снится, что он застрелился, но не умер, то есть он как бы продолжает существовать. Вот его похоронили, вот он лежит, похороненный, и ужасно страдает от того, что там ужасно. И он взмолился, вот прям от всего, как говорится, сердца, со всей своей мощью, взмолился, что помогите мне, вытащите меня отсюда. И вдруг, раз, действительно, его оттуда вытаскивают из этой могилы и куда-то летят. Летят куда-то в космос, в какое-то безграничное пространство, в космическое, планеты созвездия мелькают. И вот они мчатся, мчатся. И потом раз, приближаются к точно такой же планете Земля, как наша. Вот один в один, прям клонирование. Вот она прям один в один, такая же Земля, все точно так же. Вот и туда они прилетают, и его там оставляют. Там люди живут. И вот на этой земле нет греха. Она во всём точно так же, только греха нет. Он сразу понял, как-то, что там нет греха. И он описывает тот мир, как люди живут, чего у них нет, чего у них есть. И вот там как раз он описывает, что у них не было храмов, у них не было праведников, не было святых, ничего у них этого не было. И они не знали даже, что такое совесть, потому что она их никогда не мучила. В общем, он это как-то описывает. И потом всё это дело закончилось тем, что он их всех там развратил. Вот всех развратил и всё. Он этого не хотел делать, не планировал. И он, говорит, само собой, как-то это получилось. Потому что он, как вирус, как будто меня туда, как вирус какой-то поместили. И вот как вирус заражает всё собой вокруг, вот так же и я. Всё вокруг там заразил. И тут же там у них всё началось. И вот они, говорит, узнали, что такое совесть, они поняли, что такое слово честь, достоинство. А до этого они не знали, что это такое. Хотя они были, достоинство у них было. Но просто всё же познают в сравнении, когда не было унижения, не было и чувства ущемлённого достоинства или ещё чего-то. Они не знали, что это такое. А тут они познали, что это такое. Возвели в добродетели. У них появились вот этот добродетель. У них появились праведники, пророки, которые стали призывать их к покаянию. Ещё что-то. До этого они даже не знали, что такое покаяние. А тут они вдруг поняли, что такое покаяние. Понастроили храмов. У них сразу же появились храмы. Всё-всё-всё. Пошло-поехало. Вот всё. «Солн смешного человека» Фёдор Михайлович Достоевский. Гениально. На мой взгляд, очень гениально, очень точно попытка изобразить человечество без греха, каким бы оно было. И само падение. Он их там говорил, что это я виноват, вы меня простите, это я вам принёс. Они от него отмахивались. «Да ну тебя ты что? Мы сами всё это поняли. Нам открылись глаза, мы познали, что такое добро и зло». Ну что там такое? Очень гениально, конечно. Так что такой развернутый ответ на такой коротенький вопрос. «Может, стоит запретить любые проявления веры и ритуальности прилюдно? Ведь вера – это личная, а разные конфессии приносят раздворство людских масс. И всё приносится в монастыри и спецзаведения, всё перенести». Здравствуйте, Ольга. Да, запретить любые проявления веры и ритуальности прилюдно. И скажите, как вы себе это представляете? Это вообще, на мой взгляд, нереально осуществить. Потому что даже, скажем, кладбище – это уже ритуальное всё. И если вы хороните, то ритуал уже идёт. Как мы будем делать? Значит, можно будет с храмов поснимать кресты, купола убрать, колокольный звон отменить, всё это убрать. Но, опять же, тогда возникает вопрос. А почему атеистам даётся преимущество? Почему им можно демонстрировать свой атеизм, непринадлежность к никакой религии? А нам нельзя демонстрировать свою принадлежность к любой религии. У меня, кстати, недавно был разговор с одним человеком на эту тему. Я слышал, что нашим ведущим в новостных передачах запрещают носить крестик. Мужчины в пиджаках и рубашках не заметны, а женщины – на них видно, есть ли крестик или нет. У них нет крестика, не носят они. То есть снимать. И, мол, это вот правильно. Я говорю, знаете, я бы лучше, например, согласился бы жить в обществе, где никого бы не волновало. А если бы эта мусульманка должна быть в паранже или в хиджабе, в новостях? Ну а почему бы и нет? Ну и пусть она будет, если она мусульманка. Пусть будет в обществе такая терпимость, когда скажут так, ну и что? Ну если это мусульман, пусть она будет в хиджабе. Если она христианка, пусть она носит на тельный крест. И никого бы это не волновало, никого бы это не раздражало. А то получается так, что вот из-за того, что есть люди, которых это раздражает, давайте мы не будем, чтобы они не кричали, не возмущались, давайте мы не будем вот это всё. То есть, получается, им преимущество даётся, этим крику нам, это тоже нехорошо. А почему вот те, кто кричит, они, значит, добиваются своего, а мы не можем своих прав отстоять? Почему я не могу быть в рясе, например, где я считаю нужным и уместным? Почему я не могу этого сделать? Тогда можно сказать так, отец Андрей, давай-ка ты бороду свою сбрей, волосы подстриги, рясу свою сними. Ну, может быть, такой белый воротничок, как у пастырей католических. Это максимум, что лицо духовного звания. До этого дойдёт. А почему я не могу ходить так, как считаю нужным для себя? Что за общество такое? Нас пригласят на праздник Вечной Пасхи. Говорят, царствие в ход только по знакомству. Да, только по знакомству. По блату. Если знаком с Господом Богом, проходи. Не знаком – не зених. Как в этом анекдоте про атеистов. Господу в Небесной канцелярии Господу докладывают, к вам атеист. Он говорит, меня нет. А вы хитёр и игнор. Мне в реале никто не отвечает. О чём речь? Благословите кнопку «Крапива отстегай». Вносит с ноты в ряды верующих. Не-не-не. Никого стегать не надо. Спасибо за Достоевского. Пожалуйста. Есть целая цепочка богов, но мы, полуразумные обезьяны, можем контактировать только с самыми низшими богами, а свыше с нами не будет контактировать, тем более Бог Создатель. Видите, в вашем мировоззрении сразу же выстроилась некая цепочка посредников. То есть, Бог Создатель всё-таки есть сразу же. А тут уже дальше какие-то ниши, 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 а мы тут самые ниши. Знаете, это не христианское мировоззрение. Во-первых, мы Господа, так сказать, не сводим, не унижаем нисколько. А если ему угодно было воплотиться, он мог это сделать, а вы его ограничиваете. Мол, типа, он не может этого сделать. Почему не может? Бог Создатель всё может. И раз он создал, то у него есть какие-то свои мысли, свои планы. Он мог и воплотиться. Почему нет? Не надо его ограничивать. Это раз. А во-вторых, мы не настолько принижаем людей. Вот вы считаете, что полуобезьяны, полу не знаю кто, и мы такие ниши и самые низшие. Ничего подобного. Господь призвал нас к обожению. Не надо принижать человека. Ага. Может, вы реально похитили планетяне, ему лишь казалось, что сон. Но он потом проснулся, и вдруг что-то ему открылось, он что-то понял. Он начал как-то ценить жизнь. Это сон смешного человека. Храм должен быть в душе. Красиво сказано. Но у нас чаще всего не храм в душе, а что-то типа сарая со всякими нечистотами. А было бы неплохо, если был бы храм. И как нам сделать так, чтобы это был храм? Наверное, нужно как-то и трудиться над собой. А как? Жизнь такая сложная штука. Знаете, сколько греха, сколько соблазна всего. Мне вам рассказывать, что ли? Вы лучше меня это, наверное, знаете. Как же нам быть? А без помощи Божьей нам никак. Эти агиевые конюшни нашей души не очистить. Без божественной благодати-то. А как же нам получить божественную благодать? А это надо уже и помолиться. Это уже надо и причаститься, и покаяться в грехах своих. И уже помочь Божью просить, чтобы Господь помогал. Вот тут уже все. Религия пошла. Понимаете, все. Так что вот он ваш храм в душе. Из него очень легко делается вывод, что храм и снаружи тоже важен. Достоевский. Вааа, сколько тут эпитетов! Федора Михайловича не любят. Так, так, так. А вы можете лучше? Да? Как книга называется? «Сон смешного человека». Христиане чтят Иисуса Христа, но Он же Сын Божий, «А Бог Отец кто тогда?» Нет, вот интересная логика, да? Я немножко чат отстаю, читаю. Ну ладно, сейчас. Интересная логика. Вот некоторые протестанты говорят, что Иисус Христос – это не Бог. А кто Он? А это Сын Божий. Отлично! Ну вот, например, если взять, например, у жирафа сын будет жираф, правильно? У лошади будет сын лошадь, ну конь, да? У коровы будет сын тоже, корова, ну бык. У собаки будет собака, у кошки будет кошка. У человека Сын кто? Человек. Естество человеческое. А у Бога кто Сын? А у Бога Сын – Сын Бога. Ну, милые мои, логика какая-то интересная. У Бога Сын – Бог. Единородный. Естество-то какое? Божественное должно быть. Божественное. Они как-то интересно рассуждают. Сталин бы осуществился, я бы боялась управлять религиозные чувства. Ничего подобного. Представляете, как фонтаном били религиозные чувства? Фонтаном просто. Только называлась это Коммунистическая партия. Вместо икон там были транспаранты, вместо Господа Бога там был сам товарищ Сталин, вместо мощей там был товарищ Ленин, который лежал там в мавзолее. Там всё было. Это религиозная вещь. Понимаете? Эта религия – религия. Только она называлась по-другому. А так-то верили в это свято, как в Царство Небесное. Так что там всё било фонтаном и ключом. Не спрячь это – не спрячешь. Единственный поп из Самарской губернии. Да нет, нет, нет. Вы мало знаете попов из Самарской губернии. Нет, у нас много хороших священников, много очень. И внешне вполне себе привлекательных батьков. Ни жирных, никаких. Добрый вечер. Фотку в чат? А это разве можно? Вы считаете Бог верующий? Конечно же, нет. Не дошло до меня и не дойдёт. Приходя в церковь, я вижу такую картину. Молится дева, мужик, а потом, снимая себе крест, вешает на икону. Что это такое? Приходя в баню, бабушка снимала крест медный и одевала дерево. Насчёт бани – это просто надевала крест, потому что греется крестик, он горячий же, становится металлический и обжигает тело. Баня горячая же. А вот здесь, насчёт снимают, вешают на икону, два варианта. Либо человек отчаялся и, в общем-то, своё христианство хочет оставить в храме и скажет, «Так, надоел ты мне, Господу Богу, надоел ты мне, всё, на тебе твой крестик и всё, до свидания от отчаяния». Но это вряд ли. Скорее всего, это был какой-то обет, какая-то благодарность. Может быть, упросили у Господа Бога что-то и Господь сделал, а вот этот крестик драгоценный. Они снимают, вешают на икону в знак признательности и свидетельство того, что их молитва была услышана, и по их молитве Господь что-то сделал, важное для них. И некоторые иконы просто усеяны крестами, кольцами, серёжками, всякими украшениями серебряными, золотыми. Я немножко пропущу чат, а то я как-то отстаю. И неактуальны мои ответы, наверное, люди, может, уже спросили и ушли, а я всё ещё им что-то там отвечаю. «Смотрел новый фильм Ви?» – нет. Что из Гоголя читали? Да много чего читал. Ну, вот вид, читал. «В Бога верю, папам нет». Правильно, не надо. Папам не надо верить. У нас сейчас век такой. Верить не надо. Берите книжки, берите Евангелие. Читайте, 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 читайте. Много всякой литературы, очень хорошей, очень качественной, добротной. Пожалуйста. И молитесь лично, с Господом разговаривайте. Просите, чтобы Господь открыл вам путь, по которому идти, как жить, что делать, что не делать. Господь укажет вам человека, который вам и поможет, и подскажет, и вы будете ему доверять. Слава Богу! А так всем подряд не надо верить. Ношение креста делает человека крестьянином или что-то другое? Ну, не ношение креста, а, наверное, несение креста, наверное, делает человека христианином. Если человек несет свой крест жизненный и следует за Христом, то он христианин. В Самарской 300 тысяч русских людей ушло. Как там по веке норм относятся к этому казахи? К нам, посмотри статистику казахи, таджики, чурки. Я вам сказал так, что если бы у нас было такое общество, когда бы толерантно относились ко всеми вещами, я бы только за. Но я понимаю, что такого общества у нас не будет. Потому что если пустить мусульман на телевидении, то сегодня они в хиджабах, завтра они будут в паранже и так далее. То есть они-то как раз не будут толерантными. Я же вам нарисовал просто идеальную картину. А я понимаю, что этого не будет. И поэтому тут уже немножко всё по-другому. В циркушку рядом с Храма Христа Спасителя? Нет, не ходил. Ой, икона «Нечаянная радость». Кстати, интересно, интересно. Нет, не ходил. Вот надо будет как-нибудь потом туда сходить. С Аказией, если буду ещё в Москве. У Господа какой символ веры? Во-первых, я служу не референтом у Господа Бога. Я за Господа не могу ничего отвечать вам. Но вот вы спрашиваете совершенно невразумительную вещь. Какой может быть у него символ веры? Во что Господь верит? Но ни во что Он не верит. Он и есть Господь. Может быть, Он верит в то, что мы когда-нибудь покаемся в своих грехах. Может быть. Подальше от монастырей. Там Вам такого на расскажут. Особенно, наверное, чипы. Проблема в том, что подальше-то, конечно, подальше от монастырей. Но если подальше от монастырей, то поближе к чему получится? Проблема-то вот в этом. Получается, два Бога – Иега и Иисуса. На этот счёт, вообще-то не два, а три. И не три Бога, а вообще один Бог. Но в трёх лицах познаваемый и прославляемый – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Но в своих трансляциях я традиционно эту тему не обсуждаю. Это очень серьёзное богословие, а у нас идёт некий приятный разговор. Трёпом я не назову, конечно, но, тем не менее, это не место для таких серьёзных обсуждений. Если хочется на эту тему почитать, что-то разузнать, в Сети масса материала на этот счёт про Святую Троицу, учения о Святой Троице, догматическое богословие, пожалуйста. Слушайте профессора Осипова Алексея Ильича. Его лекции в МП3 в Интернете есть. Скачивайте, слушайте. Если Вам это действительно важно, интересно и Вы хотите знать, то Вы не сочтёте себе за труд туда залезть. А если Вы просто так спрашиваете ради того, чтобы просто спросить и посмотреть, как я буду выкручиваться и троллить меня, то, Вы знаете, это не предмет для разговора Святая Троица. Здесь я не хочу об этом ничего говорить. Не потому, что я не знаю, а потому, что есть какие-то границы. Как куплю квартиру в Москве? Я так думаю, встретимся. Да, у меня тоже есть предложение. Я тоже квартиру в Москве куплю. Мы будем встречаться каждую среду в Реале. Уже не в Интернете. Хорошо Вы, правда? Христианству в монастырях почти не осталось. Только реализм и социальный лифт. Ну, вот это говорит человек, который очень хорошо знает монастырскую жизнь и большой специалист по монастырям. Стоит задуматься и прислушаться. А в каких монастырях Вы были, жили и как долго? Мне просто интересно, честно говоря. Как прошла встреча в Москве? Я не буду повторяться, я уже рассказал об этом. В целом очень-очень хорошо. Я хочу сказать Вам, что в предыдущую трансляцию запись была, но я не успел ее обработать и не успел ее выложить в сеть. Сейчас, вот после этой трансляции, я надеюсь, сегодня-завтра, может быть, послезавтра я найду время для того, чтобы и предыдущую трансляцию, и эту трансляцию обработать, и в сеть выложить, и тогда Вы сможете посмотреть, и найти ответы на какие-то вопросы. Кстати, сегодняшняя трансляция, предыдущая и позапрошлая трансляция, я ее не просто в сеть выложил, я еще нарезал ее на куски и выложил ее маленькими кусочками, тематически она получилась у меня. Так что там даже долго искать не надо. Клановка вот обещает мне позвонить в пятницу. А что же Вы нам здесь говорите про монастыри, а не хотите здесь и сказать, откуда у Вас такие познания? В скольких монастырях Вы были, жили, откуда Вы такие выводы вообще сделали? С чьих-то слов или с личного опыта? Мне приватно хотите просто что-то рассказать? Сейчас же Вы прилюдно так говорите, а потом объясняться приватно собираетесь. Так не гоже, не гоже. Как обращаться Дева Мария, Богоматерь, Царица Небесная? В любом случае, и так, и так, и так, пожалуйста, все правильно. И Бог, Иисус Христос, пожалуйста, и так, и так правильно. Обращайтесь. Вы правильно написали. Только Вы все это написали в именительном падеже. А для меня более удобный звательный падеж, а не именительный. В русском языке, когда мы обращаемся, мы используем именительный падеж. А в церковнославянском звательный используется. Вам пример из русской литературы. Это рыбка золотая, которая припрыла к нему. Рыбка спросила, чего тебе надо мно старче? Вот это как раз звательный падеж церковнославянского языка. Рыбка была благочестивая. Она знала церковнославянский падеж звательный. Так и в молитвах мы обращаемся в звательном падеже не Господь, а Господи, Богородице Деву, Царю Небесный. То есть Боже, Боже, не Бог, обращаем, не Бог, а Боже. Это звательный падеж. В каком из православных храмов ожидает приход Господа или Богоявление произойдет в Кремле? Нет. Богоявление произойдет не в Храме, не в Кремле, а вообще это просто как солнце сияет над всем миром, так и Господь сразу раз и придет. Как молния. Госпожа Сумкина была на Вашей встрече в Москве? Нет, не была. Заповедь не убей. Почему тогда Моисей, народ великий, убивали другие народы на своем пути, а Моисей убивал даже младенца? Ветхий Завет, ребята, мы живем по Новому Завету. Разбирайтесь с Ветхим Заветом, Библию открывайте, читайте и разбирайтесь. У нас есть Евангелие, есть Новый Завет, есть Господь Иисус Христос, есть заповедь Новая. Заповедь Новая даю вам, долюбите друг друга и так далее. С этого момента можно меня уже спрашивать, а почему там вот это вот так-то? А то вы меня спрашиваете про Ветхий Завет, откуда я знаю? Я не иудей, я не мусульманин, что я вам могу про Ветхий Завет сказать? Вот так, выкрутился. Сколько Библия стоит? А это уже какую Библию вы себе, какое издание? Тут уже, пожалуйста, выбор огромный вообще. Начиная от того, что она может быть 300-400 рублей, и тысячу, полторы, две, три, может быть, десять тысяч, в зависимости от того, в чем она вообще, чем она написана, и, может быть, там ручная работа, золотом бриллиантами она усыпана, золотой обрез и прочее. Там уже на вкус и цвет, как говорится. А есть еще бесплатные. Это то, что в сети можете скачать, пожалуйста. Там даже в МП3 версии есть. Библия МП3. Даже несколько вариантов. Читая такой-то, читая такой-то, читая такой-то, пожалуйста. Скачивайте, слушайте. Или читайте текст, открываешь прямо Библию. Синодальный перевод, пожалуйста. Другой перевод, пожалуйста. Церковнославянский текст, пожалуйста, церковнославянский. Всё есть. Всё. Желаний нет читать. Грек? Нет. Что? Я не грек. Какой же я грек? Я же на грека похож. Греки вообще-то смугленькие такие, как мне кажется, в любом случае. Как понять на современном этапе рабство? Насчет рабов. Понимать нужно так. Господь не устанавливает никакой социальной структуры. Он не говорит так, что вы должны жить вот так-то. Ваш социальный строй должен быть коммунизм. Или у вас должен быть феодальный строй, рабовладельческий, капитализм. Или ещё какой-нибудь другой строй. Развитой социализм. Он не говорит этого. Какой вы сами построите, так и вы живите. Вы люди, это ваша земля. Он сотворил человека, благословил его и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Вот мы ей и обладаем этой землей, и мы живем здесь так, как нам того хочется. Наши социально-экономические развития текли самим чередом. Господь в это всё не вмешивался. Когда давалась вот эта заповедь, тогда по факту были рабы. Были господа этих рабов. Пожалуйста, раз это было так, ну всё, хорошо. Господь просто принимал это как факт. И надо сказать, что Церковь, она точно так же действует. То есть, для Церкви, по большому счёту, без разницы, какой общественный строй вообще на улице. Социализм, коммунизм, рабовладельчество, феодализм, пожалуйста. То есть, Церковь не революционера, мы ни к чему не призываем. В смысле, давайте построим наши отношения таким-то или таким-то образом. Если вот созрело общество к тому, что нужно отказаться от рабства, очень хорошо, созрело, слава Богу, да, давайте откажемся. Всё, началась другая эпоха. Не созрело – ну хорошо, пусть будет рабство. Но оно не мешает человеку жить с Богом, в Боге и быть свободным в своём сердце. Не мешает наследовать Царство Божие. Пожалуйста. Поэтому Церковь вне политики в этом смысле. Господь просто констатировал факт, что это было. Он это не поддерживал и не против был. Это мы сами так живём. Библия – сказка. Вот тоже человек, большой специалист и знаток Библии. Он её изучил вдоль и поперёк. Он её читал много и критической литературы и так далее. Всё это прочёл и сделал, наконец, такой-то вывод, что Библия – сказка. Давайте мы ему поверим, дружно пообладируем за его труды праведные. Или он с чьих-то слов это всё брякнул. Или сам только что придумал. Вот вопрос, интересно, с кем мы имеем дело. Какую Библию начать читать – нет. Не обижайтесь, но детскую. Это не смеха ради, это на самом деле. Детская лучше всего, потому что она доступная. Для понимания, там разжёвано всё-таки. Когда вы читаете буквально действительно настоящий текст Библии, то это довольно-таки сложный, своеобразный текст. Там никаких пояснений не даётся, просто текст шпарит и шпарит. И тут либо читать её толкования какие-то, ещё параллельные какие-то вещи читать, которые разъясняют то, что здесь написано. А как это понять? А почему это так? Либо детскую, где уже выжимка, взята суть. Потому что в простой Библии, в натуральной, там много ещё всяких вещей, которые мало значимы, мало степенны. Но они тоже там есть. А человек, который первый раз её читает, не знает, что там главное, что второстепенное. Поэтому он обращает внимание на всё и теряется, там много всего. А в детской Библии уже выжимка. Уже там самая суть взята и переложена на более-менее понятный язык даже для детей. Поэтому лучше всего сначала детскую прочитать. Когда уже это будет, тогда уже можно будет и настоящую Библию. Я точно также читал, тоже с детской Библии. И для начала это было вот так, в самый раз. Нам много глаза открыло детская Библия. Мультик «Супербук» про Библию, там всё ещё более разжевали. Ну да, правда, действительно, там как раз как сказка. Хотя тоже разжевали там капитально. И надо сказать, все эти протестантские вещи, мультфильмы разные, фильмы на библейские темы. Они хороши очень, но только касаемо Ветхого Завета. Вот когда они начинают про Новый Завет, там уже смотреть это я, например, не могу. А вот про Новый Завет не вопрос. Очень-очень добротно они прямо делают хорошо, про Ветхий Завет. А Новый, Новый, Новый там. Хотя тоже вот я в своё время смотрел фильмы про Иисуса Христа, фильмы «Иисус из Назарета», по-моему, ещё какие-то вот такие вот. Тоже помогло мне много что понять. Но в каком смысле? Просто понять контекст событий. Там же вот в Евангелии написано какие-то события. Вот пошёл всё туда-то, пошёл сюда-то, сказал то-то, сделал то-то. Ну, он же ходил, там не было асфальтовых дорог, не было столбов телеграфных. То есть вот в каком атмосфере всё это происходило, как люди были одеты, как они выглядели, какие у них были представления обо всём. Вот этого контекста исторического, культурного же нету. А фильм там всё-таки проработан. И, конечно, там вот этот контекст как-то даётся, и становится более-менее как-то понятны какие-то вещи. Это тоже важно. В детской нет главного. Пророки Бога убивали грешников, и Бога это одобрял. Не так. Господь им говорил это делать, и они это делали. Вот так. И что в этом плохого? Если Господь возьмёт сейчас просто и всех нас уничтожит, кто может сказать им, что Он не прав? Он что-то кому-то обязан? Абсолютно никому. И абсолютно ничего. Он может это всё уничтожить, и никто не сможет упрекнуть его ни в чём. Из-за того, что у нас прервалось, я начал отвечать на вопрос. И куда-то всё улетело. Ну ладно. Надо будет ещё раз спросить. Меня тут спрашивают, где я на фото. Ну, фотошопом я не так хорошо владею, а кнопки с нами не было. А вы знаете, чем реальные Боги отличаются от рисованных? Тем, что реальные реальные, а рисованные рисованные. Такой ответ вас устроит. Люди несовершенны, потому что Бог несовершенен. А если Бог несовершенен, тогда кто же совершенен? В Господе есть совершенство. Вы что? Я сдал. Конечно, сдал. Вы что? Кнопки с нами не было. Она не захотела с нами встречаться. Проигнорировала приглашение и всё такое. Кого тогда рисуют на иконах? Рисуют либо святых, угодников Божьих, либо Иисуса Христа рисуют, либо ангелов рисуют ещё иногда. Когда дойдёт, поймёте. Ну-ну. Да вы что, я уже всё, отпетый поп, всё, оконченный. До меня уже ничего не дойдёт. Понимаете? Все эти откровения, это уже, знаете… Нет, конечно, может быть. Я в какую-нибудь прелесть впаду, мне что-нибудь там бесы голову заморотят. А так… До меня не дойдёт. Что? Что там может не дойти, ребята? Вы хоть немножечко почитайте литературу какую-нибудь серьёзную. Не абы какие-нибудь бульварные газетёнки или книжечки непонятного происхождения, а действительно добротную литературу, религиозную, философскую литературу. Хоть вот это вот почитайте, ознакомьтесь. А то вы говорите иногда такие вещи, а то вас не понимают. Вы говорите, ну, потом дойдёт. Ну, что дойдёт? А, музыкальная пауза. Да, 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 да. Шикарно. А мы не договаривались, что я… Уговора не было. Если бы договорились заранее, может быть, я бы подыграл как-нибудь. А так… Слева в чёрном пальто. Как зовут Леди Молодой? А-а-а! Вон, что там происходит. А-а-а! Как её зовут? А вы не ошибётесь, они все там Ольги. Все. Нет, там одна не Ольга. Она прям как на подбор, они все Ольги. А, да-да, вот Ольга, да. Её на фото нет, она была, она ушла раньше. Там у нас всего шесть человек на фото, а вообще на встрече было семь. Ну, со мной вместе. Она нас покинула немножко раньше. Но зато мы потом с ней фотографировались в среду и тоже кучу времени вместе провели. Встретились, пообщались. Давайте будем расходиться, наверное. Хватит на сегодня. А-а-а! А-а! 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 Ребята, давайте выгружайтесь. Так, там насчёт музыкальной паузы я вам сейчас чего-нибудь включу. Да, это хор Сретенского монастыря. Да, это хор Сретенского монастыря, да. Молодцы они, хорошо поёт. Так, ну вот пока мы слушали пение Сретенского монастыря, добавил я там людей, которые просились, требовали, некоторые прям возмущались. Ну вот я их добавил, но в чате пока никто не обозначился. А-а! Нет, наверное, кто-то есть. Вопрос был про Отче наш, правда ли, что это самая сильная молитва. Вопрос не очень правильно сформулирован, что значит сильная молитва. Сильный может быть заговор, наговор, колдовство какое-то, сильное, не сильное. А молитва, она та сильная, которая горячая. Представьте себе, допустим, мы все дети, у нас общий отец есть. Ну вот в реале. И вот мы хотим, например, у него что-то попросить. И ему кто-то хочет попросить из нас. И вот ему говорят, ты подойди и скажи, пап, дай мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. А другой говорит, нет, ты так не говори, ты ему скажи по-другому, другими словами, вот так скажи. Третий скажет по-другому, еще по третьему варианту. Так вот вопрос, будет ли Отец смотреть на те слова, которые сын говорит ему или дочь, или он посмотрит на сути и вообще с каким сердцем, с каким настроением у него это просит? Что он просит? Правда же? Что больше смотреть будут не на красивые слова, ведь и ват, они, конечно, можно там рассыпаться. Но он же смотрит-то в сердце. Даже мы, земные, так сказать, родители своим детям, на это смотрим. А уж Отец Небесный тем паче. Поэтому молитва «Очи наш» – это очень хорошая молитва. Она очень правильная. Ее Сам Господь нам дал. И как образец Он нам дал, что вот так молитесь. Вот так. Как образец. Но если человек будет ее просто тараторить, в надежде, что она самая сильная, а потом будет говорить, «А что это? Я уже 150 раз ее прочитал, а мне Господь ничего не ответил». Да ему не количество нужно. «Марши советские» – ну да, она и есть советская песня. Кстати, ее очень и неплохо. Среди советских песен замечательных очень много. А, вот. Вот она я. Самая возмущавшаяся, насколько я успел понять. А почему не добавляете? Я, правда, не открывал сообщение, но потом прочитаю. Потому что не могу оставить 80 человек и отвлекаться на то, что добавляете. Но потом обязательно всех добавляем. Ну, чила отче нашу. Очень хорошо. А бабушка моя без малин, даже корову не дает. Замечательно. Среди наших бабушек-старушек очень много благочестивых бабулечек. Я еще только сюда приехал. Это было 17 лет назад. И как-то она мне сказала, что я утром встаю, рано-рано. Ну, люди в деревнях, они рано вообще стоят. И пока постель не остыла, я успеваю прочитать определенное количество молитв. Богородица, Дева Радости. Вот она стоит, читает. Именно у нее вот так, пока постель не остыла. Нет, это запало как-то в душу. Сейчас эта бабушка у нас все еще живая. Но такая старенькая, старенькая, немощная стала совсем. Почему простой люд бедствует в основном, а верхушка жиреет? Неужели справедливость торжествует только после смерти? С одной стороны, хорошо, что справедливость торжествует только после смерти. Мы, знаете, день и ночь молим Господа, чтобы Господь был к нам несправедлив. Мы его молим о прощении, о милосердии, а это несправедливость. Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные, словом, делом, помышлением. Не вмини нам беззаконий наших, прости. Не по делам нашим воздай нам, но по милосердию Твоему воздай нам. Мы плохое делали, а Ты помилуй нас и дай нам вот то-то, и то-то, и сё-то, и сё-то. Правда же? Мы же не о справедливости молим, а о милосердии. Поэтому, слава Богу, что справедливости нет. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, хочется, чтобы была более-менее какая-то социальная справедливость. Но это уже, знаете, не от Господа зависит, а от нас. Я Вам написал, а Вы мне не ответили. Почему? Я Вас только что добавил. Я просто не открывал сообщение. Я открою сообщение только после того, как закончу трансляцию. Личку я читаю не сейчас, а потом. Поэтому я и не ответил ещё Вам. Главная катапульта Украины. Здравия. Здравствуйте. Какой интересный у Вас ник. Главная катапульта Украины. Придумают же, а? Здравствуйте. Когда я начал верить Богу, не стал бояться смерти. Но всё равно её боюсь. Вот я, например. Потому что, ну, кто знает. Мы же страшимся того, что нам неизведано, а смерть неизведана. Не в том смысле, что боишься, а вдруг там ничего нет. Нет, этого не боишься. А вот всё равно страшит какая-то неизвестность. У Бога нет права на ошибку. Бог, даже если захочет ошибиться, Он не сможет, потому что всё, что Он делает, всё хорошо весьма. Потому что Он источник благости, любви. Даже если Он что-то плохое делает, то всё равно тут же становится хорошим. Понимаете? Он не может сделать плохо. Мы можем ошибиться, потому что это либо соответствует Божьему замыслу, либо не соответствует. А Бог, Он и есть Бог. Он и есть мирило всех вещей. Поэтому, даже если захочет ошибиться, Он не сможет. Насчёт пил. Да, пил. Но только я эту песню не пел. Добрый вечер. Читает сотни молитв с короговоркой. Ну, я не берусь их судить. Может быть, Вы лучше меня знаете, старушек, как они молятся и как они живут. Я не берусь их судить. Смерти бояться не нужно. Но мы не сможем её не бояться. Она всё равно нас будет страшить. Волновать нас она будет. Потому что это неизвестность. Нас страшит неизвестность. То, что нам не ясно, непонятно. Даже если нам хочется этого. А как оно? А что оно? Оно всё равно будет. Поэтому всё равно будет страх какой-то. Но он бывает разным. Бывают животные, дикие, когда просто любое упоминание о смерти – это уже всё сразу же. «Ой, не надо, не надо об этом, обо всём». Такой страх. Такого страха не нужно. Он ненужный, этот страх. Человек живёт, и пока молод, ему не свойственно помнить о смерти. Он в молодости находится, перед ним жизнь. А чем старше он становится, тем чаще и чаще он начинает о смерти думать. И он её как бы лицезреет, эту смерть перед собой. Уже 80-90 лет она перед ним стоит во всей своей неизбежности. И если человек жил благочестиво, если он жизнь свою прожил достойно, то она его не страшит. То есть он стоит перед ней, она его волнует, она его интересует, но страха перед ней нет. И он без страха, в принципе, заглядывает ей в глаза. А если он жизнь свою прожил непонятно как, а бы что, и там вообще ужас что, то он даже в этом возрасте, в 90-е лет ему будет, он совершенно не способен будет признать, что вот она смерть, он будет цепляться за жизнь из последнего, за каждую соломинку, за каждый вздох, за каждый взгляд. Он всех будет ненавидеть, потому что вы остаетесь здесь, а я ухожу, ах вы такие сякие, ну и прочее. У него будет такая озлобленность. Это если человек прожил её греховно вообще, сверху донизу. А если он достаточно достойно так прожил, он трудился, он честным был человеком, то он без страха будет воспринимать. Так, позвольте вопрос. Десять лет назад, когда я пошла крестить свою дочь, она батюшка сказала в крещении, словно то, что наши крестные не знают Мария, отказал. Отче наш Богородица – символ веры. Я сказал, что я их знаю, но он отказал, сказал, что не будет брать на себя грех. Правильно ли это? Я думаю, что в этом было больше правды, чем неправды. Я думаю, что он правильно поступил. Удивительно даже то, что это было десять лет назад. Вы про десять лет назад сказали, да? Девять. Девять лет назад. Я думаю, это правильно. Удивительно то, что девять лет назад такие священники были, которые принципиально стояли на своем. Это правильно. Сейчас подготовка к крещению будет всеобщей и обязательной. Она уже сейчас во многих епархиях обязательна. То есть, если девять, десять лет назад только отдельные храмы так поступали, то сейчас целыми епархиями уже такая практика вводится. А в ближайшем будущем это будет общераспространенная практика на всю Русскую Православную Церковь. И это правильно. Единственное, что у вас не просто так вот от футболя. То есть, вот здесь батюшка отказал в крещении на том основании, что крестные не знают. А что он сам сделал для того, чтобы крестные узнали? Предложил ли он вам пройти какие-то беседы, поговорить, встретиться? Предложил ли он вам какую-нибудь литературу? «Почитайте вот это, почитайте вот это, а через неделю приходите, и мы с вами тогда поговорим». Или он просто сказал «до свидания» и всё. То есть, если он просто «до свидания» сказал, то он не прав, конечно, в этом отношении. Раз уж он так принципиально стоит на этих вещах, он должен был обеспечить вам и научение, чтобы вас научить. И это важно, и это правильно. И другой разговор, что научить нужно тоже человека с пониманием, с нисходительством, с нисхождением к нему, к его немощам, к тому, что у него, может быть, времени нет, найти возможность как-то. Пойти навстречу людям по-христиански, с христианским пониманием человека. Мне сказали, что поп-звезда – это уже не модно. Сказали, что лучше киберпоп. Это уже моднее. «Вчера на Коми вещали баптисты. Что это за религия?» Точно ли они баптисты или там баптисты какие-то? Потому что их там много всяких вариантов. Но суть у них, по сути, не сильно отличается между собой. Это протестантская религия, протестанты по своей сути. Христиане в Иисуса Христа верят, но они верят в Него не как в Бога, а как в Учителя, спасителя, но никак в Бога. Они не признают Его за Бога. В Троицу они не верят, в Крест они не признают. Божью Матерь они не почитают, святых они не почитают. В целом, грубо о баптистах можно сказать. А дальше уже нужно вникать. Подробности я сейчас не готов просто об этом говорить. Потому что их великое множество всяких протестантских религий. И тут нужны какие-то тонкости. Кстати, видел в интернете ролик «Еретик» называется. Короткий там, всего на три минутки, наверное. Да чего смешной? Я хохотал от души. Там как раз про баптистов. Найдите, можете посмотреть. Называется «Еретик», мультфильм. Прикольный ролик. Так, хорошо. Чего? Может и Есенина? На семь, можно и на шесть. Это что? Что-то про тайну исповеди. Скажите, тайна исповеди священника. Что вам тут сказать? Как вы представляете Судный день? Я представляю это так, что Господь просто возьмёт и явится одновременно. И всё. И все люди, абсолютно все его видят. И всё становится сразу же. А дальше не знаю, фантазий не хватает. Господь вообще в Евангелии описывает, как будет проходить суд. Там не будет адвокатов, прокуроров, свидетелей и толстых-толстых дел. Рассмотрим доказательства. Всего от этого не будет. Просто описано в Евангелии, что как пастух отделяет овец от козлов. Козлов в одну сторону, а овец в другую. Они просто внешне отличаются друг от дружки. Так же и Господь праведников в одну сторону, грешников в другую сторону. Вот как-то вот так. Прямо сразу же распределит и всё. И их сразу будет видно. И, наверное, судьёй, наверное, будет скорее наша совесть собственная. И она же будет и палачом. Наверное, так. Не боялись смерти нашли бойцы во время войны. Ну а почему же не боялись-то? Откуда вы знаете? Да как же так? Правильно отказать крещение? Я же знаю молитвы, я же их все три знаю. Крёстные к нам не приходят. Я учу дочь сама, странно как-то. Я думаю, что отказать крещение будет грех, странно. Нет. Может быть, он странно сделал то, что не предоставил вам, следовательно, возможности как-то соответствовать. Он должен что-то было сделать для того, чтобы вы знали какие-то требования. И речь сегодня не только о вас, о крёстных. Там речь шла больше, наверное, о крёстных, о том, что они не знают. Потому что крёстные, фактически, берут на себя ответственность перед Богом и Церковью за ребёнка. А они понятия не имеют ни о церкви, ни о Боге. У них своё какое-то представление, понимаете? Вот в этом случае я могу сейчас привести очень грубую и, может быть, какую-то пошлую параллель. Но я думаю, что она правильная, эта параллель. Когда люди приходят в храм и говорят, мы хотим, например, осветить нам квартиру. А почему вы хотите, чтобы вам квартиру осветили? Ну, вы знаете, до нас жили какие-то люди нехорошие, мы боимся, что они сглазили нас, портили, какую-то иголку мы нашли или ещё что-то. А вот у нас соседи нехорошие, а вот ещё что-то. То есть идёт совершенно нехристианское отношение к людям и какое-то язычество. И они приходят и говорят, осветите нам дом. Но ты понимаешь, что это совершенно по-другому всё делается. И вот эти мотивы, которыми они руководствуются, они совершенно неверные, нехристианские. Но они от церкви хотят что-то получить. Или приходят покрестить ребёнка. Покрестите ребёнка. Спрашиваешь их, а зачем вы хотите покрестить? Ну, на всякий случай. А в каком смысле? Что вы имеете в виду? Что такое на всякий случай? Для чего вам это надо? Ну, чтобы Господь защищал. Это не для этого делается. Не чтобы Господь защищал. Вы пришли в церковь получить от церкви что-то. Вы хотите от церкви что-то получить. Но при этом не учитывайте совершенно, что церковь требует от вас взамен. Что человек должен для того, чтобы получить. И вот параллель-то моя, знаете, как изнасилование. Когда мужчина грубой силой просто берёт женщину и изнасилует её. Он от неё получил, что он хотел. Но он совершенно не учитывает её интересов. Вот то же самое хотят и с церковью сделать. Прийти, дайте нам. Покрестите моего ребёнка. Как вы мне отказали? Милая моя, а ты подумай, а церковь какие-то тоже есть, наверное, пожелания и свои видения, ситуации. А ты соответствуешь вообще этому? Поэтому, конечно, отказал и правильно сделал. Но другое дело, что он должен был что-то предложить вам. Не просто, так сказать, до свидания. А именно, давайте мы поговорим, давайте встретимся. У нас вот по каждую среду, или каждую пятницу, или каждое воскресенье проходит беседа. Придите, пообщаемся с вашими крёстными. Вот месячишко мы с вами пообщаемся, познакомимся, я хоть узнаю, кто вы. Тогда, пожалуйста, и будем крестить. Он должен был вот так сделать, а не просто, так сказать, до свидания. Так что всё правильно. Отказать не грех. Какой же грех? Грех этот, когда ты берёшь и даёшь людям то, чего они вообще не понимают, зачем это делается, для чего это делается. А ты эту святыню им даёшь в руки. Вы уж простите меня, но есть в Евангелии такие слова – не давайте святыни псам. Грубо звучит, наверное, но это правильно. И это как раз вот про этот случай, когда люди приходят с совершенно языческими представлениями, с совершенно магическим мировоззрением про церковь, про её обряды, про её служение. Совершенно язычники. Им надо не к церкви идти, а к экстрасенсам нужно идти. Они также с таким же настроением приходят в храм и говорят, дайте нам, обвенчайте нас. А зачем? Зачем вас обвенчать, если вы понятия не имеете, что такое церковный брак? Для чего вас крестить, если вы не знаете, что такое крещение, и какие у вас будут обязанности, и что вы должны, и для чего это вообще делается? Люди просто привыкли, что можно прийти в храм и сказать, вот я хочу креститься, и его крестят. Но почему так было? Потому что были советские годы, были гонения на церковь, и крестили тайно, в течение десятков лет. Тайно крестили, нельзя было креститься. Договаривались с батюшкой по-тихому, батюшка нам покрести. И если узнают, что покрестили, то человека могли из партии исключить, с работы снять, еще что-то, там какие-то санкции были. Если человек в таких условиях хотел покрестить своего ребенка, то это уже был подвиг, и на этом основании ему не отказывалось. Потому что это подвиг был с его стороны. А сейчас какой это подвиг? Пришли, заплатили денежку, покрестите нам. Извините, но не правильно батюшка этот сделал. А, нашли, да? Про мультик, да? Сейчас найдем. Мы поехали по другим церквям с надеждой попасть на крещение, но службы уже прошли. Перед очередной церковью сказал, если здесь не крестят, значит Бог против. Батюшка в последней церкви выслушал, согрел воды исключительно для нас одних и окрестил. До сих пор благодарен батюшке Александру, дай Бог ему здоровья. Ну, вот видите, как хорошо получилось. Хорошо, промыслительно нашли своего священника. Замечательно. Я тоже крестился, знаете? Нет, я когда крестился, я уже и Библию детскую прочитал, я уже кое-что знал, я уже сознательно все это делал. Но тоже никакого оглашения, ничего этого не было. То есть никакой подготовки. Там было написано, что я должен был знать Отче наш, Богородица. Я не знал, на тот момент я этих молитв не знал. Но после крещения я потихонечку, потихонечку все, и Отче наш, и Богородица, и верую. Все это я выучил, все это знал, да. Другое, знаете, дело, когда вот сейчас, я не буду говорить в какой конкретной епархии, но есть такие. Благословением священноначалия, владыки этой епархии архиерея. В епархии существует оглашение. То есть везде крестят только через огласительную беседу. То есть даже несколько там проводят. Человек приходит, его записывают, что вот он посещает огласительные беседы. Ему выдают такую бумажку, что вот он такой-то, такой-то проходит огласительные беседы. И там, когда он ее пройдет, там прямо вписывают. Такого числа прослушал огласительную беседу. Раз, и роспись ставят. Он может в этот храм сегодня пойти завтра, в тот позавтра, в тот там, где ему удобнее. Он может это длиться в течение нескольких месяцев. Когда человек в течение вот этого времени, там до трех месяцев оглашение, в течение этого времени, я даже так скажу, двенадцать бесед. Двенадцать. Кроме того, читают Евангелие обязательно. И там не просто так, что вот вы должны прочитать. А они потом приходят, с ними беседу ведут и спрашивают вопросы какие-то. Их спрашивают, что вы там расскажите. То есть, там не отвертишься, там нужно будет прочитать. Потом, какой-то бывает такой своеобразный экзамен. Там, в принципе, и видно все. Кто действительно занимался, кто нет. Это не для того, чтобы препятствия строить, а для того, чтобы человек вообще понял, о чем вообще речь идет. После того, как он все беседы прослушал, если взрослый человек хочет креститься, там еще такая исповедально-доверительная беседа. То есть, он с глазу на глаз со священником общается и, в общем-то, кается в своих грехах, в том, что он неправильно что-то в своей жизни делал. То есть, исповедует свои грехи в полном смысле слова. Но только молитва над ним не считается, как на исповеди, потому что он еще не крещен. Но это все-таки исповедь считается. То есть, это не разглашается, а также тайна исповеди на все это распространяется. пресловутая. Ему подписывается, в конечном счете, что он допущен к крещению. Когда это крещение намечается, какого числа? Взрослых крестят специально, отдельно, детей отдельно, взрослых отдельно. Детей крестят в приходских храмах, просто крестят и все. А взрослых крестят специальные служицы службы, литургии. Служит их архиерей сам. Называется крещальная литургия. За счет епархии взрослым людям шьются одежда белая, белая одежда длинная, крещальные рубахи. Все это торжественно, их вместе. Совершается такое богослужение, их крестят. Потом они новокрещённые в храм. Там идёт служба, их вводят торжественные процессии в храм. Очень много родственников их при этом присутствует. Их причащают так торжественно. А после службы, сам владыка служит архиерей, после службы их приглашают на трапезу праздничную. И их родственников, их друзья, знакомые, и с ладыкой вместе идут на трапезу и поздравляют. И отмечают их крещение. Плюс ещё им дают подарки. Никаких денег они не платят. Наоборот, им дарят Библию, им дарят ещё что-то. Весь банкет за счёт епархии тоже понятно. То есть с них никаких денег не берут. Вот такая практика. При этом люди стараются всякими путями найти себе левые варианты. То есть какими-то путями от этих бесед уклониться. И как-то там найти батюшку, который покрестит, заплатить ему. Ну только что будут не париться с этими беседами, со всеми вот этими ерундой. Просто заплатить ему. А мы знаем батюшку, он за 200 долларов крестит. А мы знаем за 150. Всё. И дело пошло. Пошла писать канцелярия. Потом Владыка этого батюшку вызывает. На ковёр, туда-сюда. Один раз, второй раз по шее. Так что да. Но люди ищут лёгких путей. Им проще заплатить деньги. Насчёт баптистов вы ошибаетесь. Они верят в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя. Он для них, конечно, Бог. В Троицу они тоже верят. Святым мощам Христу они не поклоняются. Ну, может быть. Может быть. Я не буду сейчас сопротивляться и говорить, что Вы сами что-то творёте. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Есть ли у меня духовник? Есть. Доброго вечера. Поясните, пожалуйста, разницу между Сынами Божьими и рабами Божьими. В чём отличие и откуда такое различие пошло? Спасибо. Господь в Евангелии, когда Его спросили по поводу молитвы, Он сказал, молитесь так, Отче наш, Сущий на небесах. По-русски. То есть, Отец наш. Таким образом, у нас как бы Отец Наш Небесный. Мы как бы Его дети земные. Понятно, что Сын Божий Иисус Христос и мы, как Сыны Божьи, это совершенно несопоставимые вещи. Правда же? То есть, Господь Иисус Христос Единородный Сын, действительно Сын, а мы и так усыновлённые, так сказать, людишки. Поэтому, конечно, Отче наш, конечно, Отец Наш Небесный. Он нас любит, как Отец, а мы должны Его тоже любить, как дети Своего Отца Небесного. Это всё правильно. Всё это верно, всё красиво. Но там же в Евангелии Господь в другом месте говорит, что Вы когда сделаете что-нибудь хорошее, Вы говорите так. Мы рабы недостойные, потому что сделали всего лишь только то, что должны были сделать. То есть, Он нам советует, хотя и называть Бога Отцом, но при этом считать себя рабами недостойными. С одной стороны, Вы сыны Божьи, дети Божьи, но чтобы Вам не превозноситься, не гордиться и вообще себя не потерять ориентиры, всё-таки считайте себя рабами. Потому что мы, будучи вот такими грешниками великими, при этом находим возможным себя превозносить всячески. А что будет, если мы утвердимся в мысли, что мы дети Божьи, а не так себе? В общем, смирение никому никогда не повредит. У баптистов женщины часто носят крестики, и на домах молитвы у них часто стоят кресты. Вы, наверное, спутали их со свидетелями Ягова? Нет, свидетелей Ягова я ни с кем не спутаю, этих товарищей я знаю хорошо. Я просто баптистов в один ряд с протестантами вписал, но там у них, наверное, свои действительно есть какие-то особенности. Я просто в одну кучу их поместил, наверное, неправильно. А вот насчет того, что уносят крестики, на домах молитвы ставят кресты, это да, это действительно. Иногда они делают это, но я даже не знаю, почему они крест не почитают. Так, мультфильм «Еретик» посмотрели, да? Ну да, реакция такая. Библию для детей, чтобы было проще для понимания. А сколько лет ребенку? 9 лет, да? Если 9 лет назад у вас было приключение с поиском храма, чтобы его покрестили. У меня здесь нет детской той Библии. Ну, в принципе, там Библию открывайте, как любую книжку открывайте. Если она для детей, там написано. Для детей от семи до четырнадцати лет, например. Или для детей от пяти до семи лет или еще как-то. Там же есть разные. Так вот, Библии, собственно, тоже бывают распределены для детей такого возраста, такого возраста. Церковь ваша не ногой. Не заставляют. Так, между сынами и рабами я уже пояснил. Вы не платите за крещение, если платите, это как входной билет. Потом все равно придет заплатить. Ищущий повода всегда найдет. Раб не любит хозяина – это не любовь. А почему так люди стали интересоваться именно этой темой? Раб Божий, Сын Божий? Что там? Уже не хотят быть рабами Божьими? А что в этом плохого? Можно ли крест себя снимать? Ну почему нельзя? Можно. Я каждую службу это делаю. Когда заканчивается богослужение, я беру и снимаю свой священческий крест. И каждое утро, наоборот, надеваю его на себя. Но это мой священческий крест, нательный крест. Правда, то, что я его с себя снял, не означает, что я и священство с себя снял. Я как был священником, так и остался. Так вот и христианин тоже. В баню он пошел помыться, крестик, может быть, снял. Ну и что же в этом такого? Он помоется, потом опять оденет. Ничего там страшного нет. Абсолютно ничего. А вот жизненный свой крест с себя снимать не надо. И слезать с него не надо. Нужно на нем висеть до конца. Да, да, да. Так. Деревянные дела в баню. Да, ну вот и такие вот тоже благочестивые есть. Так, все, друзья мои. На сегодня все. Пообщались, обсудили, посмеялись, пошутили, серьезно поговорили. На сегодня все. Теперь встретимся, Бог даст, через недельку. Так что всем желаю спокойной ночи тем, у кого вечер или ночь на дворе, у кого, может быть, день. Приятного вам дня и завтра. Всех благ, помощи Божьей, всего самого хорошего. Ну, не унывайте. Все, давайте пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok